МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 января в Театре камерная сцена зрители приглашают на сказочную постановку в новогоднюю ночь. Спектакль о маленькой девочке Анне, живущей со злобной мачехой и ее капризной дочерью. Анна работает с утра до ночи, но никогда не слышит и ласкового слова. Но в новогоднюю ночь, когда мачеха выгнала героиню на улицу, на мороз, в ее жизни начинают происходить настоящие чудеса. Начало спектакля 11.00. В Литературном музее имени Максима Горького 5 января пройдет «Не елка» – специальное новогоднее мероприятие для взрослой аудитории. Это будет не шумная вечеринка, а тихое литературное замедление в праздничные дни. Программа насыщенная. В 15.00 состоится обзорная экскурсия по основной экспозиции «Жизнь и творчество» Алексея Толстого. В 17.00 начинают работу сразу два мастер-класса по круговому плетению и по созданию рождественских украшений из соленого теста. В 18.00 – загадочная экскурсия при свечах «Буратино» – подтексты. В финале вечера гостям предлагают насладиться академической музыкой в исполнении духового квартета. Вечер обещают быть уютным и захватывающим. Не пропустите! Самарские городские библиотеки начали свою работу уже 3 января и радуют горожан праздничными развлекательными программами. В Центральной городской детской библиотеке на 6 января запланированы рождественские мероприятия. В 12.00 стартует литературно-творческая программа «Рождества. Волшебные мгновения». Посетители ждут хороводы, викторины и игры-загадки. В 16.00 – елочный парад. Здесь юных участников ждут конкурсы и игры, разгадывание загадок. А в финале дня на мастер-классе можно будет сделать рождественского ангелочка из Фомирана. В детской картинной галереи открыта интерактивная выставка «Двери в сказку». Маленькие и взрослые посетители вспомнят любимых героев русских народных сказок и увидят их в авторском исполнении художницы Ольги Бакановой, заглянув в гости к современным героям детских книг. В одном зале расположится норка Хоббита Бильба, а в другом – вилла Курица, где жила Пеппи Длинный Чулок. Дети вспомнят приключения этих героев и даже поучаствуют в некоторых из них. Большой зал галереи посвящен периоду святок и Рождества, где маленькие зрители узнают о святочных гуляниях и обрядах, увидят берестяные маски личины, поучаствуют в гадании и познакомятся с традиционным театральным вертепом. Посетить выставку можно в любой день, кроме 7 января. На этом у меня все. Желаю вам провести остаток выходных с пользой и выйти с них по-настоящему отдохнувшими. Всего вам самого доброго. Увидимся!